И от Полтавской Александры вопрос из Екатеринбурга. Как можно бороться с таблоидизацией в России, тем самым обретая автономность? С таблоидизацией? Ну я в принципе немножко об этом сказал, что бороться можно. Сначала ты играешь только по тем правилам, которые тебе навязаны. Ты не можешь, у тебя нет сил, чтобы изменить эти правила. Мы играем по другим правилам в финансовой сфере, мы играем по этим правилам в культурной сфере, во многих сферах. Мы можем взять эти правила, стать в них, грубо говоря, самыми лучшими, освоить их, стать самыми лучшими, а потом влиять на эти правила и менять их каким-то образом. Просто, как я уже говорил, сейчас создавать СМИ, которые будут вне всеобщей повестки дня, это довольно рискованно. Это очень большие инвестиции. В принципе, я себе могу представить такую ситуацию, когда некий чудак-миллиардер возьмет и скажет, а вот я хочу, чтобы все люди думали, ну не знаю, например, про освоение космоса. Ну мало ли у него такой бзик. И вот он создаст телеканал про космос, такую газету, и все про Ходорковского, все про Сирию, или про Украину, про Майдан, а он только про космос с утра до вечера и так далее. Или все, что с этим связано, вокруг этого что-то делает. И он может заразить какое-то количество людей, но он вбухает немедленное количество денег, чтобы заставить просто посмотреть этих людей. То есть ему сначала, человека, который космосом вообще не интересуется, надо заинтересовать этим. И потом не просто заинтересовать, показать что-то интересное. На следующий день уйдет, скажет, ну интересное показали, как там Гагарин упал или еще что-то, а завтра я пойду другое что-то смотреть. Нужно человека идеологически очень сильно прокачать. То есть его нужно через какие-нибудь фокус-группы или через что-то еще так загрузить этой космической идеологии, чтобы он этим космосом реально стал болеть, и чтобы он начал отслеживать внутри него новости, внутри того, что происходит, что американцы делают, что китайцы спутник запустили на Луну, еще и так далее. И вот этим всем интересоваться, и он прикрылется к этой аудитории. Вот он один такой, кого-то еще заразит. И в итоге создастся какая-то там аудитория, но все равно она будет не бесконечной. Это очень большие деньги, нужно для того, чтобы альтернативные какие-то вещи создавать и связывать. Гораздо может быть легче, играя по чужим правилам, наращивать аудиторию, отбирать ее у других. И когда ты ее вырастил, самому задавать повестку дня.